За текущий год в регионе более 150 семейных дебоширов привлечено к ответственности. 60 тысяч женщин страны ежегодно терпят бытовое насилие. И это только зарегистрированные факты, сколько женщин не обращаются за помощью. Статистика печальна. В прошлом году 70 случаев домашнего насилия завершились убийствами. Картина из года в год повторяется. Что делать и как обезопасить себя? Подробнее в материале. Курсы по самообороне в Кокшетау работают всего два года. Однако за это время около сотни горожан освоили необходимые навыки. Здесь занимаются все, и мужчины, и женщины. Сейчас оттачивают технику защиты 10 человек. Необходимо отметить, случаи физического насилия в области снизились на 13%. Но от подобных фактов не застрахован никто. Вам никто же на улице не скажет, почему вы ударили не по правилам или провели какой-то запрещенный прием. Вы спасали свою жизнь. Поэтому и здесь приемы все построены таким образом, чтобы это было быстро, эффективно. Женщинам намного проще и быстрее они это все понимают. Потому что в основе свои боевые искусства созданы, чтобы не использовать собственную силу. То есть там важно больше техника. А так как у мужчины генетически, как говорится, силы больше, и если эта сила есть, в любом случае ее будешь использовать. А у женщин, у которых силы таковой нет, то есть там начинает работать голова и техника. Тренер с 10-летним опытом заявляет, превысить самооборону можно с любыми приемами. А за это уже статья. Поэтому специалисты отмечают, что лучший бой тот, которого можно избежать. Те, кто посещают курсы, в свою очередь уверены, что детали в самообороне важнее всего. Как и в любом деле, как и в любой профессии, самое главное – это детали. Детали шага правильные, детали поворота тела, наклона корпуса, детали анатомические строения тела. В реабилитационном центре «Шанс» на сегодня проживают 9 женщин. Все они в свое время пережили насилие. 70% из них готовы осваивать технику самообороны.